Первое употребление марихуаны в 14 лет увеличило объем серого вещества и повысило тревожность. Психология и медицина нейронауки 20-18-16 ЯНФ. 2019 Сложность 4.1 Первое употребление марихуаны в 14 лет увеличило объем серого вещества и повысило тревожность. Участки мозга, в которых наблюдалось повышение объема серого вещества после 1-2 случаев потребления марихуаны. Кэтрин Орэддал Чнаюроси 2019 международная группа ученых выяснила, что марихуана способна привести к структурным изменениям мозга подростков уже после одного или двух применений. У 14-летних детей, которые пробовали марихуану всего пару раз, объем серого вещества в участках мозга, относящихся к эндоканабинаидной системе, был выше, и также это было связано с повышенной тревожностью и пониженной способностью к перцептивному мышлению. Статья с исследованием опубликована в The Journal of Neuroscience. Существует множество исследований влияния потребления марихуаны на структурные изменения головного мозга. К примеру, анализ кровотока в головном мозге указывает на то, что потребление марихуаны может состарить его почти на три года. Тем не менее, все подобные исследования обычно проводят с участием взрослых людей, которые потребляют наркотик в течение нескольких лет. О том, как первые случаи потребления марихуаны влияют на изменения головного мозга, особенно в юности, известно достаточно мало. Ученые под руководством Кэтрин Ор из Университета Вермонта решили сосредоточиться на подростках, которые пробовали марихуану один или два раза. Для этого они использовали большую базу данных, включающую информацию о нескольких тысячах европейских подростков. Всего ученые отобрали 46 14-летних подростков из Ирландии, Германии, Франции и Великобритании, которые употребляли марихуану только один или два раза. В качестве контрольной группы ученые выбрали еще 46 подростков, которые никогда не употребляли марихуану. При формировании активной и контрольной групп ученые следили за тем, чтобы участники в них значимо не различались по основным показателям, включая пол, возраст, социоэкономический статус, а также потребление алкоголя и табака. Кроме того, участники их двух групп значимо не отличались по общему объему головного мозга. Для каждого участника исследования были доступны МРТ-снимки головного мозга, а в качестве основного метода использовали воксельную морфометрию, которая позволяет выявить даже небольшие различия в структуре головного мозга на уровне вокселей размером в кубический миллиметр. При анализе исследователи сосредоточились на участках мозга, которые относятся к эндоканабинаидной системе, миндалевидное тело, гиппокамп, полосатое тело и межичок. Ученые выяснили, что у подростков, которые сообщили об один или двух случаях потребления марихуаны, объем серого вещества в изученных участках был больше, чем у подростков из контрольной группы. Среди всех когнитивных и психических показателей больше объем серого вещества значимо коррелировал. Пи равно 0,022, только с пониженной способностью к перцептивному мышлению, решению задач, связанных со зрительным и слуховым анализом информации, и повышенной тревожностью. Пи равно 0,009. Для того, чтобы убедиться в том, что структурные различия не предшествовали потреблению марихуаны, ученые проанализировали объем мозга еще 69 подростков из выборки, на этот раз тех, которые в 14-ти лет не потребляли марихуану, но сообщили как минимум о 10 применениях к возрасту 16 лет. В качестве контрольной группы ученые использовали еще 69 подростков, которые никогда не употребляли марихуану, и соответствовали активной экспериментальной группе по всем значимым показателям. Ученые выяснили, что дальнейшее потребление марихуаны в 16 лет не зависело от объема серого вещества в изученных участках мозга в 14 лет. Изучение влияния марихуаны на мозг очень важно. Эндоканабиодная система играет важную роль в процессе развития головного мозга. Ученые показали, что в подростковом возрасте в период активного нейроразвития активные компоненты марихуаны могут привести к видимым изменениям уже после первого или второго потребления. Тем не менее, говорить о резко негативном воздействии пока что нельзя. Для этого необходимо провести больше исследований долгосрочных и с большей выборкой. В недавнем исследовании ученые указали на важность оценки множества различных факторов, которые могут повлиять на психическое здоровье подростков. Так, они показали, что марихуана, а также потребление алкоголя и табака, влияют на него негативно, а вот использование гаджетов имеет весьма слабое влияние. Елизавета Евтушок Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!